Именно с этого цеха начинается увлекательное путешествие по кладовой комбинату спиртосодержащей продукции. Подготовка спиртов, воды, лабораторные исследования и обязательная дегустация. Главный технолог купажного отделения Галина Шрамова дегустирует напитки уже 32 года. Нам приходится, как бы то ни было, дегустировать на каждом этапе. Может, некоторые могут позавидовать этому, что мы вот так, но у нас так. Это обязательно наши должностные инструкции. Уже более полугода комбинат активно работает на экспорт и поставляет свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Китай, Казахстан, Южная Корея, Сингапур, Индия. За короткое время предприятие вышло на масштабные показатели. Доход от экспортирования напитков достиг полумиллиона долларов. По последнему стандарту оборудованный цех. Закуплено модернизированное итальянское оборудование, усовершенствованную систему складского хранения. В настоящее время здесь производят более 15 видов сертифицированной продукции. Планируем наращивать объемы нашего производства и на внутренний рынок. Потому что благодаря новым нашим объемам производства, нашим усовершенствованным линиям, нашему новому потенциалу мы хотим все-таки произвести, занять нишу выше на полках нашей области Российской Федерации. Свои коррективы в работу предприятия внесла пандемия коронавирусной инфекции. С большинством потенциальных партнеров сейчас невозможно встретиться лично. Но все важные переговоры успешно идут в онлайн-формате. Об этом говорят общие экономические показатели. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за 10 месяцев текущего года из региона вывезли продукты питания на общую сумму 49,5 миллионов долларов США. Что составляет 17,9% от общего объема экспорта. Больше всего за пределы Российской Федерации отправляется шоколада, мучных изделий, алкогольных напитков и детского питания. К 2024 году экспорт продукции АПК должен вырасти до 250 миллионов долларов США. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.